Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 14 сентября. У нас вроде кажется такая хорошая, солнечная, теплая погода, но солнце это обманчивое. Специально ждали до 12 часов дня, чтобы выйти поубираться в огороде, потому что ночью у нас холод ужасный. Утром я проснулась, в 8 утра было всего 2 градуса. И, по-моему, даже были заморозки, нам МЧС присылал смс-ки, что даже что-то белое такое было на поверхности, блестело. Скорее всего, все. Лето точно кончилось. И сейчас я расскажу вам, что я делаю в огороде в сентябре, что вообще нужно сделать в огороде в сентябре. Конечно, список вот этих дел будет у всех по-разному. Кто-то делает больше всяких разных процедур, кто-то делает меньше. У меня в этом году очень много дел на сентябрь. Сейчас я все вам расскажу. Ну, если говорить о работах на сентябрь, я вот села сегодня, все писала, 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 писала. У меня, наверное, план самый длинный. Ну, не знаю, наполеоновский, есть ли у кого больше список, еще не до конца. И смотрите, он состоит, конечно, из нескольких пунктов. Я сейчас расскажу, что я делаю в сентябре. И я вот тут отметила, какие пункты это обязательные. Например, убрать растительные остатки, подготовить грунт для рассады. А какие второстепенные. То есть я вот так расставляю приоритеты. Успею – сделаю, не успею – значит не сделаю. Без этого ничего не испортится. И вот на самом первом месте у меня самый объемный пункт в этом плане – это инвентарь. Снять и скрутить сетку с теплиц. Это вот на этой теплице, на той. Все, они уже отслужили. Ну, не отслужили, а их надо снимать, скручивать и на хранение. Потом нетканки. Нетканки я выстирала, все их сейчас надо скручивать. Нетканок много. Я в несколько слоев весной укрывала. Скручиваю на хранение. Потом колышки, веревочки. Веревочки в этом году стирать. В прошлом году я не стирала, но через год я стираю. Казалось бы, ну колышки, веревочки, что это так сложно? Несколько дней это займет. Сейчас расскажу почему. Хотя томаты мы обобрали давно, но перед тем, как выдернуть колышки, надо развязать все веревочки по две, по три подвязки. Потом эти колышки, вот эти надо сейчас просушить. Они сейчас просохнут. Их надо положить туда, где на них солнце и снег не будет падать. Железным ничего. Тоже туда их не просушиваем. Сейчас покажу вам. Томятся бедные собачки. Что это Рэм? Рэма. Кстати, Рэм после появления у нас Мэри, он стал таким красивым, был лысый. Оброс такой преобразился. Еще женихаться поди будут. Теперь про веревочки. Веревочки многоразового пользования. Каждый год мы их развязываем, собираем. Я один год не стираю, второй год стираю. За два года они замарываются. Вот нынче этот год, когда сейчас нужно их все чистые мешки расфасовать. Не сильно туго набиваю. Потом понесу домой, постираю. Потом вынесу на улицу, разложу тонским слоем, посушу. Снова сложу в эти мешки и на хранение туда, где у меня все вот эти, видите, хранятся все мое садовое. Тут надо порядок наводить и все укладывать встроенными такими рядочками. Как вы понимаете, вот только с первым пунктом очень много времени займется. Потом, это обязательно, вот у меня отмечено, что это, конечно, обязательно снимать сетку. Ну, конечно, обязательно все эти, собирать колышки, веревочки, без этого никак. И второй пункт, который обязательный, все это делать нужно, это подготовка грунта для рассады. То есть, я уже купила машину дерновой земли, перегной весной купила машину, купила удобрение, буду составлять. Но я составлять грунт буду позже, потому что грунт составляю я в теплице придомовой. Там можно и в дождь, и даже в снег поработать. В первую очередь будут работы вот здесь, которые в огороде, а потом уже, когда погода загонит в теплицу, буду готовить грунт. Грунт готовлю каждый год. Каждый год показываю и рассказываю, в этом году тоже год не будет исключением. Грунт готовлю очень, как бы сказать, подхожу к этому очень серьезно, потому что считаю, что 50% залога будущего урожая, это подготовка качественного грунта и выращивание качественной рассады. Вот третий пункт, подготовка грунта в теплицах. Полный комплекс. Не отмечено желтеньким, потому что необязательно это готовить, например, сейчас осенью. Сейчас объясню, почему. Вот я сейчас вчера показывала, как здесь у меня собака приминала сидираты. Сидираты я посеяла, но это самое легкое, рассыпала и все. Если я полный комплекс подготовки грунта в теплицах не успеваю осенью, это всегда можно сделать весной. Но, например, убрать именно винтарь весной уже нельзя, все пропадет. И заготовить грунт для рассады весной нельзя, а подготовить вот почву перед посадкой можно и весной. Если я сейчас здесь перегной не добавлю, я весной в луночки добавлю. Если я сейчас удавление здесь не успею добавить, я весной опять же в луночки добавлю. Сидираты рассыпать, это очень легко, можно всегда рассыпать. Все остальное, если я не успею, можно отложить на весну. Даже если бы я не посеяла сидираты и не помыла бы теплицу, все это можно сделать весной. Можно весной помыть купол, можно весной пролить грунт, можно весной посеять сидираты, потому что здесь очень рано тепло, и они весной еще успеют вырасти. Мне важнее... Сейчас я скажу, что еще там у меня важнее. А, ну сейчас важнее вот этот шестой пункт, убрать все растительные остатки, потому что если в теплице я могу грунт подготовить весной, то вот это все, что сейчас осталось в огороде, нужно убирать сейчас. Вы видите, сколько здесь? Вот это растительные остатки, уборка растительных остатков. Это еще одна работа, очень трудоемкая. Вон, видите, там тоже все лежит. Все зачищать нужно осенью, потому что на весну бросить это нельзя. Четвертый пункт у меня подготовка грунта в огороде. То есть... Вот сейчас присяду и расскажу подробно. Это тоже у меня оно не выделено, потому что я могу подготовить это, могу не подготовить. Ничего страшного от этого не произойдет. Конечно, это желательно, и если мне позволит погода, я постараюсь нынче сделать все это. Но у меня в этом году я прям, как я вам говорила, полный комплекс хочу сделать. Сейчас подробно расскажу, что пока что только два шага сделано. Вот видите, ой, вот это, которое на букву Ф, это как там Фазелия или Физалия. Я опять забыла, мне в комментариях написали. Такая красивая. Вот смотрите, у меня первое раз в 4 года, как вот здесь и написано. Ну, короче, раз в несколько лет лучше все-таки почвы, которые как у нас кислые, раскислять. Сейчас скажу. Ну, я потом отдельно буду снимать про это видео, не буду удлинять. Короче, здесь вот, если по норме внесения очень много, я в этом году делала раскисление, но такое как бы умеренное. Умеренное, что это значит? То есть чуть меньше нормы делала. Потом еще я туда мэри, потом еще я туда и эти под перекопку, и все мои яичные скорлупки добавлю, все, что есть. Но я вот сейчас вносила именно доломитовую муку, природное минеральное удобрение для раскисления почвы, про которую написано улучшает структуру почвы, повышает плодородие, обогащает почву кальцием и магнием. Я уже говорила, это у нас профилактика вершинки и снижает кислотность почвы. То есть оно, можно сказать, как два в одном, снижает кислотность и одновременно обогащает почву кальцием и магнием. Все вот раскисление, вот именно на этих грядках, которые засеяны, у меня сделано. Потом, после того, как посыпали эту белую, мне сын перекопал, дальше полив, посеяли седираты и полили. Вот это уже у нас пройденный этап. Вот она, видите, бушует растительность, но это только первый шаг. Дальше у меня написано через месяц. То есть сейчас вот на этом месте уже можно дальше продолжать. Седираты нужно нам примять. Ну, сейчас чуть-чуть еще простут на солнышке. Снова опять полить. Добавлю суперфосфаты, калий серно-кислый. Рассыплю перегной, этот или перегной, или куриный помет. Все это разбросать. И еще раз перекопать. Можно поливать, можно не поливать. Там начнутся осенние дожди, оно само польется. И вот этот вот полный комплекс, чтобы сделать. Вот здесь я начала пораньше. Я не уверена, что... А, кстати, сеяла вот эту вот горчицу. Она очень быстро всходит. Если доломитовой муки нет, я сюда вот и известь гуми, мягкий раскислитель. Ну, то же самое. Вот это поле, где у меня вот эти, прям основные вот эти томаты, которые я всегда снимаю, каждое лето, я успею. Смотрите. Ну, вот там я, возможно, пока мы там колышки выдерем, пока мы отвяжем. И если будет такая прохладная погода, возможно, уже я не успею посеять седираты. И тогда эта процедура из плана у меня вычеркнется. Я вот хочу сказать, вот из этого длинущего плана можно убрать любой из пунктов. Можно убрать раскисление. Просто перекопать, посеять седираты, потом нести удобрения. Можно убрать посев седиратов. Просто, например, раскислить, перекопать, через месяц суперфосфат. Можно убрать перегной, можно убрать удобрения. Короче, вот этот полный комплекс мне удается сделать не всегда. Иногда погода мешает, иногда всякие форс-мажорные обстоятельства. Но в этом году у меня прям я запланировала сделать хоть раз в жизни все. И раскислить, и седираты посеять, и удобрить, и все перекопать. И все. Ну, короче, все. Перегной еще внести, вот этот куриный помет. Потому что, если честно, я уже не знаю его куда девать, куда применить его много сильно. Это под вопросом. Видите, не выделено. Что сделаю, то сделаю. Дальше. У меня еще мечта поднять черную ткань мульчу для подготовки грунта. И там еще сделать то же самое. Сейчас туда перейдем. У меня вот два места в огороде, которые покрыты тканью мульчой. Видите, длинная грядка. Прекрасный вариант для тех, кто не успевает делать прополку. Здесь нынче ни разу не пололу, травы нет, ничего. Но обычно под этой тканью мульчой ее рекомендуют не снимать. И на второй год, короче, сразу удобрять. И на второй год еще ее оставить. Но я хочу в этом году ее поднять именно для того, чтобы обогатить кальцием магнием. То есть добавить раскислитель. А это еще одна дополнительная трудоемкая процедура. Вот сейчас весь ссор убрать надо. Муж, если будет, на выходном. По ребрике поднять. Все это поливочные шланги убрать. Ткань черную убрать. Потом все. И по схеме опять. Белые известкования делать. Потом перекопку. Не знаю, смотреть по прогнозу погоды. Стоит ли сеять сидираты или еще нет. Я в прошлом году посеяла в одном месте, в последнем. Они только взошли, тут же мороз, снег и все. И, короче, получился мартышкин труд. Последние грядки. Нужно очень внимательно следить за прогнозом погоды. Чтобы свой труд зря не тратить силы. Ну и еще одна процедура, которую я стараюсь делать ежегодно. Это, вот у меня написано, подкормка яблони. Покупаю осеннюю подкормку. В приствольный круг раскладываем, мочим, чтобы туда она ушла. Немножко порыхливаем. Тут ненужные яблоки лишние валяются. Но яблоня, так как она дает очень-очень хороший урожай, я стараюсь ее подкармливать. Вообще, конечно, вот в этом списке, я еще перелистну на второй странице, еще напишу столько же. Потому что по ходу работы еще надо будет огурцы сухие все отделить от веревочек. Все это. Ну, короче, работы очень много. Я вот вам показала, что я буду делать в сентябре. Осталось всего две недели, но на две недели, наверное, этого списка мне как раз хватит. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Мои работы в сентябре.